Дорога к Храму Дорога к Храму И этому событию придавалось большое общеполитическое и общеконфессиональное значение. Насколько вот эта встреча, на ваш взгляд, была важна, и имеет она больше все-таки политический смысл или вот как раз вот такой миролюбивый, межконфессиональный? Ну, учитывая личности, учитывая религиозные организации или конфессии, которые возглавляют и Папа Римский, и Патриарх Московский, конечно, в первую очередь для нас важен более глубинный смысл этой встречи, но этот смысл, несомненно, будет иметь и уже имеет, наверное, свои далеко идущие политические последствия. Вот, конечно, встреча эта имела огромный резонанс, вот как в светских политических кругах, как в церковных, скажу честно, что внутри церковных кругах эта встреча среди некоторой части православных христиан, таких своего рода зелотов, воспринята было очень и очень неоднозначно. Вот, как были положительные отклики об этой встрече, так, несомненно, были и отклики отрицательные. Вот, наверное, у тех людей, которые боятся страха там, где нет страха, как говорит нам псалмопевец Давид, были тоже к этому свои определенные основания. Потому что, если мы увидим историю взаимоотношений Рима-католической церкви и православной церкви, то в этой истории будет просматриваться постоянная попытка римских пап поглотить с собой православие. Будто или, ну, собственно, Брестская уния, Флорентийская уния, вот это как раз все те попытки, чтобы не просто воссоединиться, а поглотить и вобрать в себя восточные церкви, поглотить православие, в какой-то мере уничтожить его, растворив его в католичестве. В какие-то времена, конечно, Римская церковь была просто неимоверно влиятельна. Вот влиятельна в Европе. Римский папа – это был человек, ну, настолько страшно влиятельный, что даже представить себе это сложно. И, конечно, противостоять тому влиянию, тому огромному потенциалу, как в какой-то мере научному потенциалу мысли, которое было в богословских католических школах, тому финансовому потенциалу, которое было у католиков, конечно, православие просто не могло. Ну, и, конечно же, исторически сложилось так, что не без участия католиков, собственно, пал Константинополь. Собственно, было разрушено средоточие той богословской восточной мысли, которая была в Константинопольской церкви. Ну, 1204 год – это четвертый крестовый поход, который принимали, значит, католики. Вот и 1204 год он явился тем годом, когда католики вошли в Константинополь, и Константинополь был, по сути, разрушен, разграблен. На базе Константинополя было создано латинское государство, которое просуществало до 1260 какого-то года. Потом оно пало, но Константинополь уже не смог возродиться и воссоздаться в том величии, в той славе, которая была до этого. Поэтому какие-то опасения есть. Вот опасения совсем недавние, когда был папа Иоанн Павел II, когда рухнул Советский Союз, когда церковь была очень слаба, потому что, ну, по сути, она стояла не просто на коленях, она лежала. Лежала в разрухе. У нас было очень низкое богословское образование. У нас было очень мало духовных академий, духовных семинарий и вообще духовных школ. У нас, нам крайне не хватало священнослужителей. У нас было очень мало храмов и монастырей. У нас был очень низкий уровень такой вот, ну, богословской образованности среди не только духовенства, но, вернее, не только среди мирян, но и среди духовенства. Вот. И противостоять католичеству было очень и очень сложно. И на этом фоне шла своего рода агрессивная политика со стороны римского папы Иоанна Павла II, когда он начал открывать епархии на территории, на канонической территории Русской Православной Церкви, когда в Западной Европе трудами или благодаря Рима, благодаря униатам, то есть греко-католикам, начали забираться храмы у православных. Православные священнослужители и миряне изгонялись из этих храмов. Они избивались. Вот. И патриарх Алексей еще в тот период, почему он, собственно, не встречался с папой Иоанном Павлом II, он говорит, давайте урегулируем те проблемы, которые есть среди нас. Вот. Я понимаю, что, может, сложно обуздать свое паство, но вы хотя бы выскажите, дайте нравственную или моральную оценку тем действиям, которым творит ваше паство на Западной Украине. Вот. Ничего подобного не было. И поэтому вновь повторюсь, что у той категории православных христиан есть определенные опасения, которые эти опасения выискивают. Но мне кажется, что ситуация очень сильно изменилась. Очень сильно изменилась и в глобальном мире. И католичество уже далеко не имеет той власти, тем более Папа Римский, который он имел когда-то. И католический и западный мир, он стоит перед теми вызовами и перед теми угрозами, перед которыми находится и православная церковь. В том числе и русская православная церковь, которая является самой массовой церковью среди семейств православных церквей. Ну и, наверное, два основных, две основных угрозы, два основных таких направления, откуда исходят эти угрозы, это религиозный фанатизм, который мы встречаем на Ближнем Востоке, и агрессивный секуляризм, который, я бы сказал так, агрессивно насаживает некие противоестественные для любой традиционной религии грехи, как гомосексуализм, как всевозможные извращения и так далее. Поэтому, конечно, если выразить своими несколькими буквально словами определенным афоризмом, а какой же все-таки итог этой встречи, ну, в первую очередь, чтобы была подписана совместная декларация, вот, и если вот выразить, о чем, собственно, эта декларация, то можно сказать такими словами, за все хорошее против всего плохого. Вот так, наверное. Сейчас вот эта встреча, конечно, дает очень много поводов для размышлений, и в том числе и у всех верующих, без исключения, в чем основной конфликт, вот, межконфессиональный был, то есть в чем противоречие между церквями? Ну, дело в том, что встречи патриархов и Папа Римского были до этого. Ну, например, Константинопольский патриарх, который считается первым среди равных в семействе православных патриархов, в семействе православной церкви, он встречался с Папой неоднократно. Вот это была первая встреча именно патриарха Московского, а Русская Православная Церковь, вновь повторюсь, является одной из самых массовых православных церквей, самых больших православных церквей. В чем были те проблемы, те расхождения, которые сложились исторически? Наверное, в первую очередь, притязание римских пап на такое главенство и на власть в христианстве, чего, собственно, не было, чего мы не видим и что чуждо евангельскому откровению и в какой-то мере евангельской простоте. Другой очень важный момент, на который обратил еще в IX веке внимание патриарх Фотий, это догматическое изменение, когда католическая церковь, западная церковь, ввела определенное искажение в символ веры. Это сложно будет понять нашим телезрителям, это, наверное, уже такие более тонкие богословские понятия. На латинском языке это звучит филиокве, что переводится на русский язык как «и от сына». Есть символ веры, который гласит, что веру и в Духа Святаго Господа Животворящего и же от Отца Исходящего. И вот католики сюда добавили «и же от Отца и Сына Исходящего». Но это глубокая богословская мысль, которая с точки зрения православных апологетов, православных богословов, в том числе и патриарха Фотия, умаляет значимость личности достоинства Духа Святого, тем самым низводя его на более низшую ступень перед Богом Отцом и Богом Сыном, то есть перед личностью Бога Отца и личностью Бога Сына. Поэтому я не хотел бы вдаваться в эти подробности, потому что для большинства они все равно, к огромному сожалению, будут непонятны. Но все-таки для нас, для обывателей, на сегодня есть католическая церковь, есть православная церковь. В чем на сегодня различия? Мы видим внешние различия, и очень часто зрители, кстати, задают эти вопросы. Почему в католической церкви можно на службе сидеть? Почему есть какие-то... В православных церквях тоже есть храмы, где сидят? Ну, в основном служба проходит... Это русская православная церковь. То есть, вновь повторюсь, что православие не ограничивается только русской православной церковью. Вот почему, например, для меня, как священника, русской православной церкви было очень полезно. Очень полезно увидеть православие немножко с другим лицом. Вот, когда какие-то внешние формы происходят не в ущерб внутреннему содержанию. И в некоторых, в том числе и в восточных церквях, в западных православных церквях, есть скамеечки, православные христиане даже сидят. Вот, ну, вновь повторюсь, да, в русской православной церкви сложилась традиция, что, как правило, во время богослужения христиане все-таки стоят, предстоят пред Богом, а не предсидят перед Ним. Ну, все-таки, все-таки, возвращаясь к своему вопросу, на сегодня разногласия между церквей для вот обывателей в чем они? Догматическое, как я уже выше сказал. Вот, ну и все равно это притязание, но в какой-то мере властное притязание римских пап все равно в какой-то мере, конечно же, осталось. Вот, ну, в первую очередь, вот те искажения догматические, которые прошли уже через века, которые прошло уже практически через тысячелетие. Потому что отправной точкой, считающей вот это вот разделение, раскол, который произошел, считается 1054 год. Вот, за это время произошло огромное отчуждение, огромное разделение. Между нами выросла в какой-то мере стена непонимания, которая обильно орошена кровью, кровью, которая была полита нашими предками. Это и 1204 год падения Константинополя, это и сражение с тем же Тевтонским орденом, это и тот же святой благоверный князь Александр Невский, который сражался против этих самых католических рыцарей одного из ордена, которые шли на Русь не для того, не только для того, чтобы завоевать земли, а в первую очередь, чтобы духовно подчинить Русь, чтобы этих варваров православных подчинить Папе Римскому и окатоличить их. И поэтому просто так вот это уже невозможно. Поэтому для многих, конечно, для человека, который живет православной церковью, который живет православными идеалами, который смотрит на Бога и на Священное Писание, на многие основополагающие моменты Священного Писания глазами православных святых, происходит вот, вот заходишь в католический храм и понимаешь, да, это вроде христианства, да, там Христос, но он не такой, оно очень другое. Вот я, вот буквально сегодня, да, мы с вами обсуждали фильм, замечательный 20-минутный ролик, который мы обсуждали для того, чтобы показать на съезде молодежи про Ника Вуйчича. Вот все хорошо, и фильм хороший, но какой-то он слащавый с моей точки зрения. Вот что-то в нем нет, нет какой-то той реальности, которая, на мой взгляд, отражается в глубинах той культуры, которая была взлелеена и воспитана православной традицией. Вот посмотреть на икону Троицы Андрея Рублева и посмотреть на икону Мадонны, где там женщина полная чувственности, а здесь полное бесстрастие. Вот, и поэтому основное, наверное, различие, это вот в той сформировавшейся традиции, в той духовной жизни, в том, как мы видим спасение, как мы видим Бога, как человек идет к этому спасению в конечном итоге. Вот, и поэтому для определенной категории людей православие, вновь, повторюсь, очень ценно, очень дорого, и есть определенная боязнь у определенной, опять же, категории людей, что за вот этим сближением кроется только одно желание у католиков поглотить в конечном итоге православную церковь. Но мне кажется, что здесь все-таки очень надуманная боязнь, и эта боязнь себя не оправдывает. Почему? Потому что в том числе и история подобных уний, как флорентийская, так и брестская уния, она показала, что они не состоялись. Итогом брестской унии, если не ошибаюсь, стали греко-католики униаты, которые планировались как некий переходный период, как некая переходная стадия, а они таковыми и остались. И вот, кстати, тоже один очень важный момент, глава униатов на Западной Украине, он высказался довольно очень отрицательно об этой декларации. И он считает, что эта декларация идет не в интересах католиков или не в интересах греко-католиков, то есть униатов. Поэтому декларация, вот основной все-таки посыл этой декларации, ну, о том, что, конечно, все люди братья. Вот есть определенное зло, которое как раковая опухоль сейчас напухает, пытаясь поглотить под собой вот все человечество. И нам нужно отбросить какие-то... То есть речь не идет о воссоединении церквей, речь не идет о изменении каких-то догматических норм, а речь идет о том, что у нас есть некие общие точки соприкосновения. Вот эта встреча, вот чем, на мой взгляд, она хороша, вот я очень надеюсь, что она дала импульс для того, чтобы искать не столько различия, которые есть в нас, а найти то общее, что нас связывает. И на базе этого общего противостоять тому религиозному фундаментализму и фанатизму, который сейчас убивает людей на Ближнем Востоке, и противостоять агрессивному секуляризму в виде агрессивного гомосексуализма и так далее. Вот поэтому, на мой взгляд, вот в этом плане подобная декларация должна дать свои положительные плоды. Еще один вопрос, один такой распространенный, который задают, ну, практически после всех православных больших, таких крупных праздников, да, людей все-таки много неверующих, сочувствующих, несочувствующих церкви, но когда происходят такие большие праздники, как Рождество, Крещение Господне, Пасха, они как-то не могут остаться в стороне и вовлекаются вот в эту праздничную среду, но не знают, как себя вести. Не факт, что эти люди станут верующими, но им хочется вести себя корректно по отношению к людям верующим. Как в этой ситуации быть людям, которые, ну, на сегодня не являются верующими, как вот вести себя в большие православные праздники, если они имеют желание прийти либо, ну, вот на храмовую территорию, либо прийти в храм? Вести, естественно. Не бояться, не пугаться. Вот, понятное дело, что есть определенные нормы приличия и поведения везде. Есть определенная традиция, когда, согласно которой, ну, женщина, например, ходит в храм с покрытой головой, а мужчина шапку снимает. Наверное, это единственное внешнее, ну, и, конечно, одежда должна соответствовать месту и приличию. Вот, понятное дело, что если это женщина, она должна быть все-таки в юбке. Вот, эта юбка должна быть юбкой, а не набедренной повязкой. Вот, не должно быть, или, ну, нелогично, когда, вот, опять же, женщина, как индеец себя в этот момент разукрашивает. Вот, ну, должно быть вот нечто то, что, в принципе, в нормальном, светском, здравом обществе, вот, считается всегда такой вот хорошей нормальной нормой и признаком хорошего тона. Вот, понятное дело, там, нарушать богослужения, когда там человек заходит, начинает там что-то громко кричать, шуметь, там, ругаться, ну, этого, конечно, не должно быть. Поэтому, вновь повторюсь, не стоит комплексовать, не стоит чего-то бояться. Вот, просто нужно зайти в храм, и если человек не знает, как себя вести, просто смотреть, что делают другие люди. Когда я делал первые шаги в храме, вот, вспоминаю, когда первый раз тоже шел в храм, и меня буквально тащили за руку, потому что у меня был, мне было тогда уже 21 год, я уже был, в принципе, как бы, человеком не совсем зеленым, вот, хотя еще и не совсем зрелым. Вот, у меня появился какой-то страх, и первый вот вопрос, который начал задавать себе, а как я себя должен там вести? Вот, человек, который со мной шел, слушает, говорит, да никак не веди, просто стой и все. Вот, будут все креститься, ну, перекрестись, и ты вместе с ними. Не крестятся, стой тоже молча, и просто слушай, там, смотри по сторонам, вот, и больше от тебя, собственно, ничего на первом этапе, на первых порах больше от тебя ничего не требуется. Поэтому для людей, которые делают точно такие же первые шаги, вот, я бы не советовал как-то особо заморачиваться по этому поводу, вот, просто попытаться в стенах храма, в пространстве храма, в тишине, где-то, может, погрузившись в себя, вслушавшись в те богослужебные песнопения, богослужебные гимны, которые звучат, если это идет служба, попытаться за всем этим увидеть, расслышать и почувствовать присутствие Бога. Зачастую есть и такой вопрос. Человек не является верующим, крещеным, но, тем не менее, в какой-то определенный момент жизни, да, связанное это с какими-то стрессами, жизненными ситуациями, у человека возникает потребность в исповеди. Может ли он подойти к священнику? Если подойти к священнику, может абсолютно любой человек, вот, но к исповеди, исповедь это уже таинство, как правило, подходит только тот человек, который является крещеным православным христианином. То есть, вновь повторюсь, исповедь это таинство, и исповедь это то таинство, в котором участвуют всегда трое. Священник, который является, если это исповедь, является свидетелем исповеди и соучастником, человек, который кается, и Бог, который невидимо предстоит и принимает исповедь этого человека. Вот поэтому к исповеди могут подходить только крещеные христиане. Просто пообщаться со священником, в том числе и задать какие-то определенные вопросы своего внутреннего характера, разрешить какие-то недоумения, спросить какого-то совета, в том числе и поделиться жизненным опытом. Это может любой человек, и не обязательно, чтобы он был крещен. То есть, может подойти любой человек, и не обязательно, чтобы этот человек был крещен. Или это вообще может быть человек другой религиозной традиции, или принадлежать к другой религиозной организации. Но подойти к таинству может только крещеный православный христианин. Вопрос, который возникает у нас достаточно регулярно, в том числе и на работе, потому что мои коллеги видят наши программы именно в части рабочего процесса. И возникает он довольно-таки часто, особенно после обсуждения каких-то моментов определенных, связан с проектом, который идет на одном из каналов, где экстрасенсы, кстати, не на одном из каналов, сейчас их достаточно большое количество, и они пользуются очень большим успехом у зрителей, имеют очень высокие рейтинги. И, в принципе, люди, зрители не видят ничего плохого. То есть, по сути, люди, обладающие теми или иными способностями, и доказательств тому масса, да, то есть, действительно, они каким-то образом общаются с потусторонним миром, они вроде бы приносят добро, но в одной из наших программ вы категорически высказались против этих программ. Вот сейчас я хочу, чтобы мы на эту тему еще раз проговорили, то есть, почему все-таки вот такого рода программы, передачи, да, такого общедоступного действия вы не поддерживаете? Ну, то, что передача общедоступная, это как бы еще не критерий того, что эту передачу следует поддерживать. Буквально недавно, ну, там, может, 3-4 месяца назад, 2-3 месяца, у меня тоже состоялся разговор с одним человеком, вот у этого человека, там, близкий, знакомый или знакомая, занимается, является практикующим экстрасенсом, ну, вот, ну, и когда, как бы я ничего, в принципе, не говорил против, сказал, что вы знаете, но вообще церковь относится к этому, мягко говоря, с элементом очень серьезной настороженности, вот на что я услышал в ответ, вы знаете, я думала, вы человек более широких взглядов, вот, поэтому, конечно, церковь не может быть настолько широких взглядов, и я не могу быть человеком настолько широких взглядов, если эти широкие взгляды в конечном итоге приводят человека как определенной погибели. Что такое экстрасенсорика? Что такое вся подобная религиозная практика? Это попытка зайти в другой мир через черный вход. Наверное, каждый человек создан по образу и подобию Божию. Именно поэтому один из отцов церкви говорил, что каждая душа по своей природе христианка. То есть в каждом человеке есть тот заложенный потенциал, который Бог заложил в человека. И у каждого человека, пусть очень в глубине его души, есть очень хорошая тоска по чему-то чистому, по чему-то возвышенному. Тоска по Боге – это тоска по добродетели. Ни один человек не сможет, ну, за крайне редким исключением, воспринять зло в открытом виде и делать зло в открытом виде. Каждый человек старается делать определенное, скажем так, что-то делая, оправдывать себя, что он делает это только во благо. Вот, ну, сложно, наверное, каким-то образом привести какие-то, скажем так, математические аргументы, как дважды два четыре, что экстрасессорика – это плохо. Вот, пока человек сам с этим не коснулся, вот, рассказывать очень часто человеку, ну, вот, как ребенок, который вот два пальца вот сует в розетку, он говорит, слушай, ну, не надо, ну, больно будет, ну, не делай ты это, вот, пока его не ударит, он не поверит, что это больно. Вот зачастую есть определенная категория людей, которые на своей собственной шкуре не испытают, что это больно, что это действительно зло, что это действительно может причинить некую боль не только мне, но и близким мне людям, и эта боль будет в некой обертке, в некой упаковке очень красивой, очень доброй и очень правильной. Вот, пока человек опытом через это не пройдет, вот, к огромному сожалению, бывает очень и очень сложно человеку это доказать. Как, собственно, Адам и Ева. Говорил же им Бог, не вкушайте, в день, в который вкусишь смертью, да умрешь. На что ни Адам, ни Ева не поверили, и последствия были самые-самые печальные. Поэтому что-то подобное вновь повторюсь и здесь, что самое безобидное, что может человек получить от какого-либо экстрасенса, ну, это просто, так сказать, кошелек станет не такой пухлый, банковский счет немножко сузится у этого человека, то есть он просто потеряет какие-то материальные средства, попав или нарвавшись на какого-то определенного афериста, который прикрывается там своими экстрасенсорными способностями и так далее. Страшнее будет тогда, когда это будет не аферист, когда этот человек имеет действительно связь с потусторонним миром. И здесь всегда возникает вопрос, что это за потусторонний мир? Какие силы в данный момент контактируют с этим человеком? Что не обожгет ли этот человек свою душу через общение с этими силами? Не вступит ли он в контакт с этими силами? Ну, есть, я, мне кажется, приводил на одной из наших передач очень даже безобидный момент, когда человек, один человек, начал просто слышать голоса. Просто у него были определенные религиозные практики оккультного характера, он начал слышать голоса. Эти голоса вначале ему говорили все очень хорошее, ты Библию читай, ты там в храм давай иногда даже ходи, там иконочки у себя дома поставь, все то, что мы встречаем у современных экстрасенсов. В конечном итоге характер этих голосов изменился, изменился тогда, когда человек этим голосам начал доверять безгранично. Вот, и в конечном итоге этот голос сказал, что ты должен убить монаха, ты должен убить его не просто абы когда и абы как, а это был клинок, на клинке было выгравлено на три шестерки, что в нашей культуре является определенным знаком сатаны, и человек, который это делает, очень прекрасно это понимал. Вот и убить именно на православную Пасху. И в 1993 году этот человек убил, зарезал трех монахов в Оптиной пустыне, а все начиналось очень и очень безобидно. Вот, ну и в конечном итоге он просто, вот, если я не ошибаюсь, стал психически нездоровым человеком. В конечном итоге. Вот, поэтому все эти практики, они могут привести к очень и очень печальным последствиям. Для зрителей, чем чреваты вот просмотры этих программ? Потому что я говорю, что рейтинги у них очень высокие. Доверие. Очень доверие. То есть в первую очередь человек начинает этому доверять. Вот, а через доверие человек начинает открывать свою душу. Вот, если он начинает им доверять, то рано или поздно он сам станет причастником этих махинаций, манипуляций, этого общения с потусторонними духами или этого общения с этими людьми, это только вопрос времени. Ну, выглядит все достаточно пристойно, да. То есть это такие, это такие прямо охотники за привидениями, не выручают людей, спасают практически там дома, семьи целые. Здесь... Вы знаете, да, я прошу прощения, здесь в том числе идет паразитирование на религиозных чувствах человека. Потому что религиозная потребность есть в душе каждого человека. Вот, и человек как-то хочет эту религиозную потребность удовлетворить. Вот, и зачастую он ее удовлетворяет таким вот экзотическим способом. Через общение с такими вот экстрасенсами, там, через барабашек, через общение духов, там, экстрасенсорика и так далее. Астрология, это тоже все из, как бы, вот из этого порядка. К сожалению, не успела задать вам все вопросы. Список их достаточно большой, я думаю, они будут пополняться. Ну, я думаю, что мы будем где-то через несколько программ повторять такие вот ответы на вопросы. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, ну, а мы продолжим принимать ваши вопросы. Вы можете задавать их нам, и мы в какой-то из наших программ обязательно на них ответим. Надеемся, что вам с нами было интересно. Смотрите на следующую субботу на телепроекте «Дорога к храму». Дорога к храму «Дорога к храму»